Казахстан 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 Геолог Каныш Сатпаев открывает Жиздинское месторождение Марганца. В кратчайшие строки строится рудник. И благодаря во многом этому мы получили высококачественное оружие, высококачественную броню. Казахстан принимал эвакуированные предприятия. В 1941-1942 году в республику было перебазировано 220 заводов и фабрик, цехов, артелей. Это были предприятия из Украины, Беларуси, Молдавии, Москвы, Ленинграда. В том числе 54 завода и 4 фабрики легкой промышленности. В ходе войны были реэвакуированы 20 заводов фабрик мастерских, конструкторских, бюро. Основными районами размещения эвакуированных предприятий стали Алматы, Уральск, Петропавловск, Шимкент, Семипалатинск, Караганда, Актюбинск. Всего в 1941-1945 годах в Казахстане появилось 460 предприятий, включая и эвакуированные. Республика начинает давать 85% свинца, 35% меди, 60% молебдена, 65% висмута, 79% полиметалических руд. Шахтеры Караганды за годы войны выдали 34 миллиона тонн угля. На 39% возросла добыча нефти. Казахстан богатейшая страна с богатейшими ресурсами. Все для фронта, все для победы. Для завершения строящихся промышленных комплексов использовались оборудования эвакуированных предприятий. Так, Актюбинский завод ферросплавов получает оборудование Запорожского ферросплавного завода, авторемонтный завод в Алматы с толбазой для цехов Луганского завода тяжелого машиностроения из Украины. Новостройки пищевой промышленности Южного Казахстана получают оборудование 14 сахарных заводов Украины. Актюбинский ферросплавный завод. Эвакуация промышленных предприятий осуществлялась двумя потоками. В конце 1941-го, в начале 1942-го года и осенью 1942-го года. Первый поток эвакуации. Осенью 1941-го года в Казахстан были перевозированы предприятия из прифронтовой полосы. Украинской ССР, Москвы, Ростова, Таганрога. Оборудование около 70 заводов, фабрик, электростанций, депо, механических мастерских перебазировало в Казахстан только одна Украинская ССР. Около 40 крупных заводов и фабрик были перебазированы из Москвы и области. Второй поток эвакуации. В августе и сентябре 1942-го года было перевезено 24 тысячи тонн различного эвакуированного оборудования. В республике были размещены заводы и фабрики пищевой, легкой, текстильной промышленности. В ряды рабочего класса республики влились 3200 горняков, 2000 строителей шахт Тонбасса, около 2000 машиностроителей из Воронежа и Луганска, текстильщики, пищевики из Москвы, Киева, Харькова, тысячи железнодорожников, около 7 тысяч инженерно-технических специалистов. В течение первого года войны значительно увеличился вес Казахстана в добыче медной руды. В производстве черновой меди была организована добыча марганцевых никелевых руд. Вступление в строй Джасказганского рудника, удельный вес восточных районов в производстве марганцевой руды, в стране возрос с 13,7% до 84,6%. Из каждых 100 тонн молебдена, добывающегося во время войны в Советском Союзе, 60 тонн давали горняки рудника Восточный Конрад, Шегыс Конрад. В 1942 году Казахстан давал 85% общесоюзной плавки свинца. Одна восьмая общесоюзная добыча угля – это Караганда. Около 1 миллиона тонн высокооктановой нефти поставлял Урало-Эмбинский регион. В апреле 1943 года Государственный комитет обороны принимает решение о сооружении Карагандинского металлургического завода. И был организован трест Каз Металлур Строй. В октябре 1942 года Государственный комитет обороны установил срок пуска первой очереди Актюбинского завода ферросплавов. В феврале 1943 года вступил в строй Актюбинский ферросплавный завод. В апреле 1943 года был образован ЖЭС-Казганский комбинат. Вступили в строй вторая очередь машиностроительного завода имени Петровского промысел Комсомольский. Казалось бы, статистика, но за каждой цифрой, за каждой строчкой стоят человеческие судьбы, стоит неустанный героический труд нашего народа. Для фронта – все для победы. Огромное значение в жизни страны имеет угольная промышленность. 24 августа 1942 года Государственный комитет обороны ГКО принял постановление о неотложных мерах по увеличению добычи угля в Карагандинском угольном бассейне. 21 августа 1942 года Совет народных комиссаров СССР ввел новую систему прогрессивно-здельной оплаты труда горняков. Трест Караганда-уголь был реорганизован в комбинат, а его рудоправление в Тресты. Возникло патриотическое движение шефства областей районов Казахской ССР над шахтами Караганды. Сеть школ фабрично-заводского обучения в Карагандинской области выросла в три раза, а количество учащихся – в пять раз. Только за 1943 год горняцким профессиям было обучено около 18 тысяч человек. Протяженность линий забоев в 1943 году возросла настолько, что была создана фактически вторая подземная Караганда. На Эмби работала специальная группа комиссии по мобилизации ресурсов Урала, Западной Сибири и Казахстана на нужды обороны. Государственный комитет обороны направляет мощную строительную организацию Наркомата нефтяной промышленности для сооружения Гурьевского нефтеперерабатывающего завода и нефтепровода «Каспий-Орск». На Эмбу прибывают специалисты, квалифицированные рабочие из других республик. Нефтепромыслы Эмбы и «Октюбнефть» дали в 1943 году максимальную добычу нефти за все время своего существования. Героический подвиг во имя Великой Победы. Осенью 1942 года началась перекачка бакинской нефти по нефтепроводу «Каспий-Орск». За один год нефтяникам Эмбы 12 раз вручалось знамя Государственного комитета обороны. Это символ трудового подвига рабочего класса. Коллективы промысла «Кульсары» гурьевских машиностроителей завоевали в июне 1943 года переходящие красные знамена ВЦСПС и Наркомата нефтяной промышленности. В 1944-1945 годах сданы в эксплуатацию новые промышленные объекты. Первая очередь – Текилийского свинцово-цинкового комбината, Белоусовская обогатительная фабрика в Восточном Казахстане, Акмолинский завод сельхозмашин, Алматинский вагонремонтный завод, Гурьевский нефтеперерабатывающий завод в Атарау нынешнем, Казахский передельный металлургический завод. В несколько раз возросла добыча Булхарского молебдена. Железные дороги без преувеличения сыграли ключевую роль в нашей Великой Победе. Нужно было постоянно осуществлять перевозки и сырья, и готовые продукции, постоянно обеспечивать фронт всем необходимым. Поэтому переоценить работу железнодорожников и работу железных дорог в это время невозможно. Все для фронта, все для Победы. Проверим знания, полученные на сегодняшнем уроке. Выразите свое мнение по утверждениям. Верно или неверно. Проверим себя. Первое. 24 августа 1942 года Государственный комитет обороны ГКО принял постановление о неотложенных мерах по увеличению добычи угля в Карагандинском угольном бассейне. Верно. Второе. Эвакуация промышленных предприятий осуществлялась тремя потоками. Неверно. Двумя потоками. 1941-й, начало 1942 года и осень 1942 года. Третье. На Эмбе работала специальная группа комиссий по мобилизации ресурсов Урала, Западной Сибири и Казахстана на нужды обороны. Верно. Четвертое. За 48 дней был построен и замусплуатацию Джездинский марганцевый рудник. Неверно. За 38 дней народу очень нужен был марганец. Без марганца не бывает прочной стали. Пятое. За один год нефтяникам Эмбы 12 раз вручалось знамя ГКО символ трудового подвига рабочего класса. Верно. Шестое. По Туркестану, Сибирской железной дороге перевозка хозяйственных грузов в 1942 году увеличилась в 2,5 раза по сравнению с 1941 годом. Верно. Подведем итоги нашего урока. В соответствии с военно-хозяйственным планом успешно осуществлялся переход экономики республики на военный лад. Ключевую роль в нашей победе сыграло то, что в кратчайшие строки удалось перестроить экономику на военный лад. Был установлен военный паритет с агрессором, а затем и преимущество над агрессором. Враг был разбит. Победа была за нами. Наш урок подошел к концу. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok